Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. В данном видео мы обсудим с вами следующие новости, касающиеся кооператива Bestway. Первое. Суд принял решение о снятии ареста с основного объема средств на счетах кооператива. Второе. Поданы иски в суд по поводу неуплаты коммунальных платежей пайщиками. Третье. Информация для пайщиков, полностью выплативших стоимость квартиры. И четвертый пункт. В начале февраля начнутся выплаты пайщикам, решившим выйти из кооператива. Итак, 18 января 2023 года в официальном телеграм-канале кооператива Bestway опубликована следующая новость. Сегодня Приморский районный суд Санкт-Петербурга в очередной раз рассматривал ходатайство следствия о продлении ареста трех счетов потребительского кооператива Bestway. Случилось так, что все три ходатайства рассматривались в один день и у одного суди. До этого решения об аресте счетов принимались в разное время разными судьями, а сами ходатайства следствия никогда не содержали упоминания об аресте других счетов. О судебном заседании в этот раз были надлежащие уведомлены адвокаты кооператива, которые, естественно, присутствовали в зале суда. Практически во всех предыдущих случаях создавались ситуации, в которых адвокаты просто физически не могли принимать участие в заседаниях. Кооператив или не извещался, или извещался так, что адвокаты никак не могли успеть на рассмотрение. Это был первый случай, когда у нас была возможность полноценно доказывать абсурдность и необоснованность ареста абсолютно всех денежных средств кооператива. В итоге, сегодня, то есть 18 января, все три ходатайства следствия были логичным образом объединены в одно рассмотрение, в ходе которого судом продлен арест средств только на одном счете кооператива и только на 200 миллионов рублей. Таким образом, подавляющий объем денежных активов кооператива с сегодняшнего дня выведен из-под ареста. Также опубликована следующая новость. Только что закончилась планерка с юристом Георгием Моисеевым. Краткое содержание встречи. Первое. Поданы иски в суд на кооператив о неуплате коммунальных платежей пайщиками. Будут серьезные разбирательства с такими пайщиками. Второе. Те пайщики, кто выплатил всю сумму пая за квартиру, получат справку от кооператива и могут идти в суд на снятие ареста. Пункт номер три. Документы о снятии арестов со счетов разослали по банкам. И уже с начала февраля, когда банки получат документы, начнутся выплаты тем пайщикам, кто писал заявление на выход из кооператива. Пункт номер четыре. Параллельно начинается работа с теми пайщиками, у кого готовы договора на подбор квартир, на покупку по очереди. И самая главная новость. После 15 февраля 2023 года планируется прием новых пайщиков. Но вчера в нашем чате мы провели созвон, на котором было объявлено, что по данной новости есть уточнение. Какое именно, слушайте дальше. Во время нашего созвона я попросил прокомментировать данные новости юриста Алену Магистратову. Ну что, ну давайте расскажу вам немножко об аресте на счетах, что ли кооператива. Может быть, этой информации не хватает людям. Ну буквально вот на неделе, не помню точно какого числа, было очередное судебное заседание. То есть следствие вышло с ходатайством о наложении ареста на все счета кооператива. Так получилось, что в этот раз заседание происходило не так, как оно происходило до этого. Я вам уже рассказывала, что обычно это, ну как бы один на один, да, судья и следователь, грубо говоря. И представителей кооператива не было. В этот раз представители кооператива были. То есть были адвокаты, которые изложили свою позицию. Был следователь, который изложил свою позицию, соответственно. То есть, ну был судья тоже, который задавал вопросы, естественно. То есть было, ну прям вот, как сказать, ну разбирательство, да, когда одни свою версию говорят, другие свои документы предоставляют и так далее. Идет какой-то диалог, а не монолог. И в результате было вынесено решение о том, что 200 миллионов рублей оставили под арестом на одном из счетов кооператива. На остальные, на арест остальных денежных средств отказали следствию. То есть на все остальные, как бы, арест суд отказался накладывать. Я могу, ну, примерно объяснить, почему так получилось. Потому что в деле фигурируют там 115, по-моему, что ли, миллионов рублей, которые предъявляются, то есть как сумму ущерба, да, соответственно. Но к ним еще тоже много вопросов, но это пока не сегодняшняя тема обсуждения. Просто, ну, где-то там, примерно, я говорю, 115 миллионов рублей. И просто суд, ну, так, с запасом на всякий случай вдруг еще кто-то появится, там, 200 миллионов оставили, то есть под арестом. Эта сумма, как человеческим языком сказать, ну, типа, зарезервирована для того, чтобы, если будет обосновано и доказано, что действительно ущерб был причинен, что всем тем, кто признан потерпевшими, да, которые вот в эти суммы входят, то есть для них деньги зарезервированы вот в этой вот сумме, в 200 миллионах рублях. И, соответственно, теперь, значит, по поводу того, что выплаты выходящим пайщикам, ну, всем известно, да, что есть люди, которые хотят выйти, то есть на протяжении года, естественно, накопились уже эти люди, их около тысячи человек, которые хотят вернуть свои паевые средства, и они не могли этого сделать, потому что был арест на счетах на всех. Сейчас первостепенная задача у кооператива – это выполнить обязательства перед этими людьми, и сразу хочется заметить, что те люди, которые и написали заявление, то есть на возврат паевых, и в то же время признаны потерпевшими, то им кооператив добровольно не будет выплачивать этот возврат паевых, потому что для них деньги зарезервированы вот в той сумме 200 миллионов. Ну, я надеюсь, что понятно сказала. Ну, то есть, понятно, получается, что, а тем, кто просто написал заявление, оформили все документы, все там, как положено, все сделали, соответственно, им будут производиться в первоочередном порядке выплаты, то есть кооператив будет исполнять эти обязательства, ну, когда, какого числа, как бы я сказать не могу, я думаю, что никто не может этого сказать, потому что арест фактически прекратил свое существование, скажем так, 19-го числа, предыдущий арест, который был наложен, а новый арест не наложили. Но это не значит, что следствие не пойдет с апелляцией, значит, что, скорее всего, пойдет, то есть мы понимаем, что это еще, как бы, далеко не конец, потому что в любом случае будут еще идти различные судебные разбирательства и так далее. Ну, вот, на сегодняшний момент, вот, ситуация вот такая, что, в принципе, кроме 200 миллионов рублей, которые остались под арестом, остальные денежные средства, ну, как бы, кооперативу, вроде бы, ничто не мешает ими пользоваться. Единственное, что есть такая волокита от Сбербанка, который проводит проверку, там, в течение семи дней, десяти дней и так далее, то есть до того, как начать выплату, он сначала, там, сколько-то дней, все это упорно проверяет. Вот, как только там все проверит, вот как вот это вот время пройдет, ну, не могу сказать, ну, может быть, да, наверное, начало февраля, скорее всего, наверное, так и получится. То есть тогда кооператив будет выплачивать. Потом о том, что был там, по-моему, второй пункт, если я правильно помню, в вашем сообщении, которое вы зачитывали, о том, что будут новых пайщиков, да, принимать. Дело в том, что решение о том, чтобы не принимать новых пайщиков, было добровольно со стороны самого кооператива, то есть сам кооператив принял такое решение для того, чтобы своей работой, то есть своим существованием, без привлечения, то есть без появления новых пайщиков, доказать, что это не пирамида, именно потому, что даже без новых участников все равно организация существует и функционирует. Ну, скорее всего, они, наверное, приняли решение, что год мы показали, что мы без новых пайщиков существуем, наверное, достаточно этого. За это время баланс кооператива вот ну примерно скажу где-то на полтора миллиарда увеличился примерно полтора миллиарда рублей добавилось на счетах кооператива вот за год пока не было ни одного нового пайщика и сейчас уже как бы ну приняли решение видимо что будут принимать новых хочу сказать что очень много людей уже ждут с нетерпением когда же уже можно вступить потому что ну видят какие происходят процесса да видят какие скажем так какая атака идет и в то же время как кооператив отстаивает свое законное право как отстаивать свою позицию поэтому люди хотят участвовать в этой организации так скажем ей желающие вступить поэтому ну наверное тоже логично но я не администрация кооператива на всякий случай скажу да просто я тоже ну говорю свои мысли почему именно 15 февраля скорее всего потому что именно 15 февраля будет год с тех пор как перестали принимать новых пайщиков я думаю что с этим связано так и что там еще третий какой-то был сейчас я еще раз прочитаю наш пункт 1 сначала февраля начнутся выплаты пункт 2 после 15 февраля планируется прием новых пайщиков а 3 через месяц то есть после 20 февраля планируется возобновление приобретения квартир ну по приобретению квартир да тоже я тоже вот мне кажется что прям сроки такие вот прям устанавливать там после 15 это после 20 там после 18 наверное это немножко преждевременно почему потому что для того чтобы квартиру приобрести нужно провести юридическую экспертизу то есть нужно чтобы человек у которого там все уже вот очередь подошла и он уже ну все у него все готово до соответственно уже на оформление нужно чтобы он во первых эту квартиру нашел для себя подобрал во вторых чтобы он на нее собрал все документы в третьих чтобы он их предоставил в кооператив на юридическую экспертизу и в четвертых чтобы это юридическая экспертиза прошла юридическая экспертиза до 10 рабочих дней но при полном при предоставлении полного пакета документов поэтому наверное для того чтобы 20 числа прямо начать покупать надо вот сейчас уже подать все документы ну как бы или почти до сейчас уже по крайней мере уже чтобы была квартира подобрана я конечно честно говоря не думаю что у кого-то прямо она уже подобраны уже лежит папочка с документами на готове там как минимум справки имеют срок срок действия своего то есть как минимум справки нужно все равно свежий собрать обновить их соответственно поэтому может быть после 20 начнут экспертизы проводить либо начнут принимать вот эти заявки на на юридическую экспертизу ну я я думаю я еще раз говорю я не администрация я думаю что 20 числа начнутся движения но я не думаю что 20 числа будет уже прям сделка по приобретению квартиры ну там уже остальное тоже делал техники когда все документы есть как бы уже делать техники как это сделать это уже просто нужно досконально все оформлять ален вы говорите что они в течение последнего года не было новых пайщиков но суммы на счетах росли они росли за счет паевых взносов которые делали действующие пайщики ну конечно да люди которые живут в квартирах они же продолжают рассчитываться за свою квартиру им же не в подарок она досталась они выплачивают рассрочку ну то есть да потому что пайщики продолжают оплачивать взносы и поэтому суммы увеличились ну по суммам я точно не скажу на какую например на я говорю где-то вот за год примерно на полтора миллиарда выросли общий баланс кооператива по всем драма счета алена я хотела добавить сегодня было выступление представителя кооператива и даже какая последняя новость что прием пайщиков после 15 февраля возможен но пока это делать не будут все-таки решили дождаться когда закроется уголовное дело чтобы не подвергать ну каким-то уши сказать решили сделать так это было озвучено официально сегодня на вебинаре кстати это правильное решение ну я я да я тоже согласна что немножко как бы не стоит торопиться таких вопрос я не слышала спасибо что сказали да я не была на этом вебинаре вот к которым вы говорите я тоже ну лично мое мнение что как бы немножко хотят поторопиться наверное я думаю что кооператив может и дольше даже не думаю я точно знаю он может и дольше без новых пайщиков существовать и ничего страшного не будет если еще какое-то время не принимать новых пайщиков да да это так и мы аргументировали что по прием возможен но не будет чтобы именно не подвергать и чтобы не было никаких нападок на кооператив и что типа ждали долгое время что вот я считаю что очень правильное решение да я согласна с вами я тоже считаю что это правильное решение куда торопиться кто уже вступили но они уже вступили они уже все они уже идут своей дорогой идут своим путем там кто-то я еще хотела добавить алена вы вы не были что озвучили что очень много людей которые уже написали заявление о выходе очень много было было вопросов на вебинаре по поводу того как отозвать заявление то есть люди видя благоприятный исход событий уже ну не хотят выходить поэтому вот эта вся вот ситуация как бы во благо то что отстояли кооператив видят что силу в кооперативе поэтому вот именно юристы ответили что очень много людей пишут как отозвать заявление которые должны это реально были заверены и да давайте тоже по этому поводу я немножечко скажу тоже не для кого не секрет что многие написали заявление не потому что они больше не хотят покупать себе квартиру а просто потому что испугались ну как бы непонятно что будет тут кто-то кого-то наслушался и так далее то есть разные были ситуации да у людей и у кого-то действительно изменилась каким-то образом жизненная ситуация что но им действительно не нужна квартира да им нужно выйти допустим а у кого-то просто ну вот так на скажем так ну на испуге да было такое импульсивное решение они написали оформили заявление и действительно это абсолютно неудивительно что сейчас люди отзывают эти заявления тем более что еще появилась ну точнее она была просто раньше как-то на нее не обращали внимание на эту возможность ее просто не пользуюсь она была никому не нужна то есть очень часто же бывает что допустим у одного человека там два кооператива до 3 кооператива и может быть он и не хочет ну все мы понимаем что это связано там с экономия по членским взносом до что выгоднее внутри одной семьи было намного выгоднее оформлять на одного и того же человека до кооперативы поэтому много у кого там 2 и 3 своих кооператива кто детям допустим на жилье до собирается купить всем детям поэтому соответственно есть такая возможность можно не выходить то есть не терять 4 процента комиссию которая сбербанк берет за перевод до денег их средств чтобы вот эти четыре процента не терять а можно перевести между своими кооперативами с одного на другой то есть там тоже заявление определенный порядок есть конечно как это делается не то что-то по звонку ну-ка перекинь ко мне деньги конечно нет естественно все это оформляется определенным образом и то есть и люди многие вот пользуются тоже и этой возможности допустим ну ладно три квартиры вроде бы пока я не буду покупать но одну мне надо вот с трех кооператив раз на один переводят допустим но также вот то есть внутри семьи вот какие-то вопросы решают понятно что сейчас экономической ситуации общей в стране изменилась да многие как бы остались в таком подвешенном состоянии непонятно вообще что дальше будет в экономике там у кого-то что-то и сейчас совсем не так актуально стало допустим покупать квартиру для того чтобы ее сдавать то есть понятно что это многих такая необходимость отпала поэтому со многими факторами связано но то что люди действительно видят положительную динамику и естественно это это очень сильно сказалось на том что сейчас многие кто уже даже написали заранее заявление на выход они сейчас передумали действительно выходить тоже для тех кто слушает если кто-то ну не знает что можно так сделать скажу что так сделать можно даже если вы уже написали заявление до момента пока вы деньги на счет не получили вы можете отозвать это заявление в свободной форме даже у нотариуса заверять не нужно но нужно тоже определенный процесс пройти как бы ну кто на связи как минимум на почту кооператива напишите и спросите как это сделать для того чтобы ну и зря вам вот не терять те же сам четыре процента например который сбербанк себе заберет дать для того чтобы вот эти лишние расходы не нести а вот но это да да очень много людей которые передумали выходить действительно насколько я помню вот цифру у меня тоже нету перед глазами по моему где-то 1000 заявлений было написано то есть на выход из кооператива и общая сумма по моему было около 1 миллиарда рублей или 900 миллионов вот что такое мелькала какая-то цифра и сейчас то есть в связи с тем что люди начали отзывать эти вот заявления да по моему осталось около 700 человек по моему где-то 300 заявлений уже отозвано и соответственно сумма которая но для выплат тоже убавилась естественно мы уже обсуждали в прошлый раз что общая сумма на счетах кооператива где-то примерно там 38 миллиарда что ли но пусть 200 миллионов ладно стали заблокированы грубо округли им три с половиной миллиарда на счетах кооператива ну пусть даже если там миллиард например нужно выплатить тем кто написал заявление то еще два с половиной миллиарда остается на то чтобы приобретать квартиры на эти средства поэтому ну да все логично все абсолютно логично то есть сначала обязательства перед пайщиками которым должны выплатить но еще есть обязательства же кроме этого перед контрагентами по зарплате по налогам и так далее мы же понимаем что у работающих организациях естественно есть платежи которые нужно совершать вот эти вот все обязательства будут выплачены в первую очередь потом к покупке квартир перейдем и вот видимо с приемном новых пачков еще пока повременим мы еще больше докажем что мы можем жить и без новых пайщиков потому что это вообще никакого отношения к пирамиде не имеет ален значит вот в комментарии от юрия я процитирую значит только что закончилась планерка с юристом георгием моисеевым краткое содержание встречи первое поданы иски в суд на кооператив а упла не уплате коммунальных платежей пайщиками будут серьезные разбирательства с такими пайщиками может быть по очереди да я очередем да ну смотрите если люди живут в квартирах да то есть они пользуются коммунальными услугами естественно и не оплачивают так как квартира принадлежит кооперативу право собственности на кооперативе то естественно управляющей компании или там кто-то там поставщики света там электроэнергии так далее они подают в суд естественно на кооператив а не на человека который живет в квартире но так как все обязательства эти лежат полностью на человеке естественно он должен платить и то есть соответственно там просто по адресам разыскиваются пайщики то есть кто конкретно по этому адресу проживает прописан там семью и так далее разыскиваются эти люди им соответственно выставляется счет ну конечно это это само собой это неприятная процедура когда на тебя в суд подали за то что квартлату не платишь пункт номер два те пайщики кто выплатил всю сумму пая за квартиру получат справку от кооператива и могут идти в суд на снятие ареста ну по этому поводу тоже могу небольшой комментарий еще сказать я не знаю будет ли там это дальше сообщение которое вы читаете а дело в том что когда подается то есть квартир со всех еще арест пока не сняли одно разбирательство будет по моему 7 февраля назначено слушание но я могу путать даты то есть пока еще не сняты поэтому соответственно если на квартире арест то даже несмотря на то что вы выплатили всю полностью сумму да то есть полностью рассчитали за квартиру все равно вам скорее всего то есть росреестр не зарегистрирует право собственности на вас несмотря на то что у вас все документы на руках поэтому тут путь то есть подавать в суд но это Это и сейчас на протяжении всего этого года уже пайщики это делают, конечно, и подают в суды. Но сейчас как бы тоже многие так встрепенулись, вдохновились, воодушевились, и вот сейчас активизировались, скажем так, люди. Если до этого еще что-то там смотрели, думали и ждали, то сейчас уже как бы все готовы идти в суд на то, чтобы переводить собственность на себя. И здесь есть такой момент тоже, ну, думаю, что мой комментарий будет полезен людям. Когда подаешь в суд, то нужно оплачивать госпошлину, соответственно. И вот если у вас уже есть справка о выплате пая, вы уже подали на то, чтобы перевести квартиру в собственность на себя, тогда это иск будет имущественного характера. То есть нужно будет госпошлину заплатить с кадастровой стоимости квартиры. Это, ну, дорого. Сами посчитайте, какая у вас стоимость квартиры и сколько. То есть там может быть там и 40, и 50 тысяч может быть госпошлина в суду именно. А если вы сначала подаете в суд, то есть не подавая в Росреестр на перерегистрацию права собственности, то есть есть такой путь, чтобы сделать это меньшими затратами. Если вы сначала подаете в суд на то, чтобы снять арест с вашей квартиры, то есть выигрываете в суде вот этот момент, с квартиры арест снимается, а потом только получаете справку из кооператива о полной выплате пая и идете регистрируете, это 300 рублей госпошлина. Ну, я надеюсь, что я понятно сказала. То есть процесс вроде бы один и тот же, но он по-разному оплачивается госпошлиной. Поэтому если у вас такой момент, что вы уже вот оплатили полностью пая, либо готовы оплатить, то лучше не торопитесь бежать, да, за справкой в кооператив. Лучше сначала в суд сходите. Просто намного, ну, выгоднее получается для семьи. Хорошо. Пункт номер три. Документы о снятии арестов со счетов разослали по банкам. И уже с начала февраля, когда банки получат документы, начнутся выплаты тем пайщикам, кто писал заявление на выход из кооператива. Ну, это я уже, по-моему, сказала, то, что у каждой банк еще там у него свои сроки есть проверки документов. Вот какой банк, сколько времени будет это волокититься и проверять эти документы. Может быть, какие-то дополнительные документы они могут запросить. Они тоже, как бы, ну, как правильно сказать. Есть у них такая практика, да, особенно у Сбербанка. Есть такая практика, что они ждут до последнего дня, допустим, срок рассмотрения семь дней, к примеру, и они в седьмой день говорят, а еще вот это принесите. И потом еще вот это, вот там какой-то еще, допустим, документ дополнительный. Еще семь дней идет срок рассмотрения. Ну, то есть, может быть такое. Но, тем не менее, все равно это уже дело техники, даже, ну, пусть не семь дней, пусть там 10, там 12, но это уже особой принципиальной роли не играет. Самое главное, что в настоящий момент арестов на счетах нет. Ну, да, видимо, новых пайщиков уже не будут пока принимать и правильно сделают. А, собственно говоря, то, что параллельно будет вестись, видимо, юридическая экспертиза квартир, ну, значит, уже те, у кого точно все, все документы в порядке, никаких задолженностей нету, я это так понимаю, просто я говорю, как я это понимаю, да, соответственно. А у кого нет никаких задолженностей, у кого все нормально, все прошло, нигде там ничто не потерялось, никуда, то есть, соответственно, и кто не вылетел из очереди, да, у кто там, то есть все, он на оформлении находится, видимо, эти люди уже могут собирать документы на квартиры, то есть, как вот мы обсудили, что нужно пакет собрать документов, и в том числе справки должны быть актуальны, то есть, свежие, старые не подойдут. Вот, то есть, соответственно, наверное, они уже, значит, смогут подавать эти документы, и уже параллельно будет рассмотрение этих объектов идти. Ну, видимо, так это нужно услышать. У меня такой вопрос. Как будет работать кооператив, если он до сих пор не выполнил предписание прокуратуры о нарушениях? Константин, как вот вам ответить на этот вопрос? Вот, если у прокуратуры есть вопросы, то она эти вопросы задает, решает поступательно и в рамках законодательства, соответственно. Ну, если есть вопросы у прокуратуры, то мы с вами не можем на эти вопросы ответить, мы просто неуполномочены. Если до сих пор этот вопрос нигде в судах не возник вообще, то я так понимаю, что, значит, вопросов у прокуратуры нет. Но это только мое мнение, я не могу знать, я не сотрудник прокуратуры. Просто до сих пор нигде в судебных, нигде до сих пор в судебных процессах не был вообще задан такой вопрос о том, что вот есть какое-то представление прокуратуры. Об этом представлении прокуратуры вот мы слышим только в чатах вот так вот от людей. Где-то в официальных источниках, я до сих пор об этом ни разу не слышала, я об этом, ну, говорю. Мы это уже обсуждали все. Неоднократно выставлялись в обсуждениях официальные документы с предписанием прокуратуры. Можете полистать. Константин, я же говорю, что в чатах я это видела. Я этого не видела в официальных судебных заседаниях. Если этого нет в судебном заседании, значит, следствие такую претензию вообще не предъявляет. Как я могу комментировать то, что даже вообще никак не всплывает эта тема в судебных заседаниях? Хорошо. Ответ, задам вопрос. Мы это уже все обсуждали. Задам вопрос по-другому. Сможет ли существовать кооператив и продолжать работать с нарушениями законодательства? Константин, мы уже этот вопрос обсуждали. Если нарушения законодательства есть, значит, их нужно либо исправлять, либо еще что-то делать. Но если факт нарушения законодательства не установлен, а устанавливается он в определенном законном порядке, а не в перепиской в чатах. Представление прокуратуры в законном порядке предоставлено в кооператив? Да. Ну, у вас есть данные, что оно предоставлено в кооператив? У меня вот не раимидал. Я видел официальную бумагу. Здесь выставляли бумагу в чате. Вы видели ее в кооперативе? То, что это претензия какая-то была официально выставлена к кооперативу, вы видели? Хорошо. Вы же видели? Та бумага, которая в чатах гуляет, это бумага, ответ кому-то, кто обратился. Понимаете? Это совсем другое дело. Я не знаю, я не могу прокомментировать. Как только будет, официально, если это будет где-то в судах, если я об этом узнаю, я вам обязательно расскажу. Пока в сегодняшний день нет такой информации. Ален, ну вы же прекрасно понимаете, что при количестве пайщиков 19 и 8 тысяч человек кооператив не имеет права работать. Константин, вот давайте, знаете, я вам что скажу? Со всем уважением, да, вот мы только что послушали ваше познание, там, точнее отсутствие познаний в криптовалюте, да, вот вы согласились, да, я в ней действительно, ну, как бы плохо понимаю. Мы послушали о том, что расчеты, да, я видел, но сам не считал. Хорошо, мы с вами согласились. Вот знаете, если вы не понимаете, как читать предписание прокуратуры, то, ну, давайте мы подождем, когда это сделают люди, которые в этом разбираются, действительно. Я вам задал вопрос, вы же мне на него не отвечаете. Я вам отвечаю на вопрос, я именно этим и занимаюсь. Я так понимаю, что вы не понимаете смысл вопроса. Послушайте меня, пожалуйста, я понимаю смысл вашего вопроса. Ваш смысл вопроса заключается не в том, что как может работать или как предписание прокуратуры. Вы хотите сказать, что кооператив не может работать как потребительский, а должен работать как потребительский накопительный кооператив. Вы именно это хотите сказать, только не можете это выразить словами. Вот есть разные виды кооперативов, и пусть законодатели разбираются, кто и как может работать, должен работать, кто работает с нарушением, а кто без нарушения. Это не нам с вами решать, понимаете? Есть совсем другие уровни. Есть официальные налоговые органы, которые занимаются регистрацией юридических. Алена, можно вас перебить? Алена, можно вас перебить? Нет, нельзя меня перебить. Алена, мне уже... Без нас с вами прекрасно разберусь. Алена, можно я вас перебью? Слушаю вас. Алена, вы всегда любите воду лить. Я вам задал конкретный вопрос. Вы почему-то начинаете говорить, что я думаю, или вы что-то думаете. Если вы не знаете, так скажите, я не знаю. Вот и все. Ален, можно я Константину отвечу? Юрий, можно, наверное, я могу сама ответить? Давайте я сначала отвечу. Да, да, да. Смотрите, вопрос был такой от Константина. Может ли работать кооператив, если у него есть предписание прокуратуры? Да, может. Если в этом предписании нет четкого запрета ведения деятельности. В этом постановлении предписаний прокуратуры нет таких пунктов, где написано, деятельность кооператива запрещается. То есть на любом производственном предприятии получают много разных предписаний от Ростехнадзора, от прокуратуры, от инспекции по труду. И дается срок на их устранение выявленных замечаний. И в это время продолжает работать предприятие. А вот если надзорный орган считает, что его недостатки не устранены, и предприятие, которому были выданы эти предписания, недолжным образом их устраняет, тогда выписывается следующее предписание о запрете деятельности. Понятно? Будет выписано такое предписание, как вы думаете? Я должен за прокуратуру думать. Я просто сказал, как вы думаете, я не говорю, ответьте со слов прокуратуры. Если прокуратура за счет нужным, то она выпишет такое предписание. Если кооператив докажет, что он устраняет недостатки, то будет работать. Но вы же понимаете, что устранить эти недостатки в данном кооперативе невозможно? И работает прокуратура в режиме «Вы понимаете, да вы же думаете, есть, она все напишет». Я вас услышал, спасибо. Я вот тоже, да, хочу ответить. Спасибо, Юрий, я согласна с вашим мнением. Константину еще все-таки одно пояснение, коротенькое, я дам. О том, что вы ссылаетесь на количество участников, это относится к другому виду кооперативов. Почитайте закон о потребительской кооперации. Там вообще нет ограничений по количеству участников, если вас так сильно интересует количество участников. В любом случае, если даже будет какое-то предписание о том, что там приведите в соответствие, например, количество участников в кооперативе. Ну, например, я говорю, такого до сих пор не было. Можно прекрасно поделить один кооператив на два, на три и на сколько нужно. То есть прекрасно поделить на несколько там структурных подразделений, там либо региональное представительство. Либо там, Алёна, так нельзя. И тогда, Алёна, так нельзя, не выдумывайте. Да не перебивайте меня, но я же вас не перебиваю, Константин. Ну что вы, когда научитесь? Ладно, я выйду из чата. До свидания. До свидания. Ну, тогда, раз Константин не хочет слушать, я все равно отвечу до конца для тех, кому это интересно. То есть на самом деле разные бывают вопросы, вот как уже сказал Юрий, да, бывает там и предписание от санопидемстанции, и от пожарной инспекции, что там, не знаю, дверь пошире сделать. И в проеме. И там еще от кого-то о чем-то. Это нормальный ход деятельности организации. Может быть и прокуратура, может какие-то тоже, то есть тоже какое-то предписание выписать, допустим, о чем-то устранить что-то. И это нормальный ход деятельности. И если мы видим, что организация работает, что она борется за свои права, что она борется за своих пайщиков, что пайщики сами борются за свою организацию, то однозначно уж какие-то там, если есть какие-то, что-то нужно устранить, то уж однозначно они это сделают, и это не будет никакой проблемой являться. И раз следствие до сих пор таких претензий не предъявляет, а предъявляется это только вот в чатах, вот, да, то есть где-то тут гоняется какая-то информация. И мне вообще не очень бы хотелось, честно говоря, это представление прокуратуры обсуждать, потому что вообще непонятна его судьба, то есть этого предписания. Потому что оно непонятно, откуда взялось, кроме чатов, и непонятно, куда делось, кроме чатов. Раз оно до сих пор в суде нигде не всплыло, то вообще, ну, я лично, я вообще сомневаюсь о том, что этот документ был достоверным. Ну, я не знаю, я не могу утверждать. У меня такие подозрения связаны только с тем, что он до сих пор нигде не всплыл больше. В официальных источниках информации этой информации нет, только в чатах. Поэтому я не знаю, что будет, как будет. Но однозначно все будет по закону, поэтому тут о чем можно разговаривать. Так, ну, немножко добавим, да, под занавес. Давайте. Да, давайте. Ну, хочу сказать, что вот, как мы видим, в судах все-таки есть здравомыслие, ну, оно и было, как бы всегда, да, но главное, чтобы присутствовали две стороны, и главное, чтобы каждая сторона могла высказать свое мнение, привести свои аргументы, привести документы. И вот когда такие разбирательства идут, то решения, соответственно, получаются, ну, объективными, скажем так, и аргументированными. Поэтому то, что мы сейчас видим, что происходит с арестами счетов, да, кооператива, мы видим вот эту динамику о том, что сначала, скажем так, рубанули сгоряча, быстренько все арестовали, а потом только начали разбираться. Это тоже, ну, за это, я, просто лично моя позиция, да, я юрист, и причем я всегда на стороне, скажем так, правоохранительных органов, на стороне, то есть судов, вот, ну, вот, ну, это просто моя позиция. Но в данном случае так получилось, что я оказалась по другую сторону, да, просто потому что я организацию знаю изнутри, а они смотрели на нее снаружи. И поэтому мне кажется, что они просто вот рубанули с плеча, на всякий случай, да, все арестовали, и их тоже можно в этом понять, почему они так сделали. Если им там рассказали, что сейчас к вам придут миллионы потерпевших, да, и всем надо будет что-то выплачивать, то есть, и они на всякий случай все заблокировали. Но если с момента последнего, вот, между последним и предпоследним судебными заседаниями, да, ну, прошел пусть месяц, например, был промежуток, если за этот месяц не появилось ни одного нового потерпевшего в деле, не появилась, не увеличилась сумма ущерба, которую кто-либо предъявляет кооперативу, то, соответственно, ну, можно думать, что все, кто хотели написать, уже написали, скажем так. И больше того, те, кто написали просто потому, что хотели вернуть свои деньги, такая же была очень, такая агитация была проведена, что идем, приходи, пиши заявление, и ты вернешь свои деньги. Эти люди сейчас поняли, что они-то свои деньги получат через, там, после окончания всех судебных процессов, через, там, 5-7, не знаю, сколько лет, да, соответственно. А те люди, которые просто написали, ну, если им действительно нужно возврат свой паевых, они просто написали заявление на выход, то, соответственно, они уже прям скоро свои деньги получат. И уже, ну, люди прозревают, скажем так, и суды смотрят объективно, и положительная динамика, вот, по всем параметрам вообще кооператива видна, то есть везде есть проблески, везде есть, ну, уже все далеко не так, как было сразу, просто все-все пирамида, и везде давай кричать по всем телеканалам о том, что это пирамида. И журналисты начали разбираться, уже совсем другие статьи пишут, да, то есть, ну, начали действительно разбираться в этом вопросе более глубоко, то есть, а что там правда происходит и как происходит. Уже сколько расследований, вот, журналистки, мы с вами тоже могли видеть, да, о том, откуда взялись эти потерпевшие первые, оказывается, они вообще учредители другого кооператива, причем по точно такому же уставу работающего. Ну, тогда почему тот кооператив не пирамида, а этот пирамид? Ну, в общем, очень много вопросов таких уже вышло сейчас на поверхность о том, что много было изначально, скажем так, рубанули с плеча, вот. Как я выразилась, это как раз правильное выражение, что на всякий случай все арестовали, а сейчас уже эти процессы, мы видим, что они идут в другом русле, то есть, уже начинают разбираться и начинают выясняться эти обстоятельства. И дай бог, что скоро передадут все-таки дело в суд. Очень хочется, чтобы быстрее все-таки передали уже уголовное дело в суд, чтобы быстрее уже все выяснили, расследовали, все заключения сделали и уже, чтобы начались судебные процессы, именно для того, чтобы действительно отстали от нашего кооператива. Ну, и насколько я вижу, там вот по другой компании, да, по Гермесу тоже положительные новости. Тут прям за неделю, по-моему, две или три, да, получилось, что новости. То есть, ну, я считаю, что у всех виден свет в конце тоннеля, что очень положительная динамика по всем статьям, и я желаю всем людям скорее получить то, что они хотят, то, что им нужно. Кому нужны деньги, пусть получат деньги, кому нужны квартиры, пусть получат квартиры. Ну, то есть, пусть быстрее у всех все получится. Дай бог всем, кто этим занимается, сил, здоровья, терпения и правильной позиции своей, чтобы все было сделано наилучшим образом. Спасибо. Вот такие новости по кооперативу Bestway на данный момент. А в следующем видео мы разберем с вами новость, опубликованная на сайте Гермес Рекавери 22 января, где, в частности, говорится о том, что будут закрыты займы на всех лицевых счетах, о том, что будет начислен убыток минус 19,8%, а также произойдет конвертация всех средств единый стейблкоин. Вот эти новости мы с вами и обсудим. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить, добавляйтесь также в наш телеграм-чат, а если вы не любите лишней болтовни, у нас есть отдельный телеграм-канал, где публикуются исключительно новости. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны. Субтитры создавал DimaTorzok